Что можно посмотреть за один день в Нью-Йорке? Свою прогулку мы начали с района Дамба и прокатились на этой прекрасной карусели, которую в прошлом году исполнилось 100 лет. Билет на этот аттракцион стоит всего 3 доллара, поэтому мы всегда на нем катаемся. После этого мы отправились гулять по Бруклинскому мосту. Я просто обожаю это место, гуляем всегда и днем и вечером. Посмотрите, какое оно атмосферное и красивое. Прогулка по Бруклинскому мосту занимает примерно 30 минут и открываются безупречные виды на Манхэттен. После этого мы отправились к следующей точке нашего маршрута. Это Октоберфест, который проходит 5 недель подряд по субботам на Манхэттене. Мы купили один хот-дог, стакан пива и какие-то булочки, и все это вышло 46 долларов. Скажу, что даже для Нью-Йорка это безумно дорого. Булочки были вкусные, напиток тоже, а хот-дог очень холодный. А колбаска как будто из коска. Больше на такое мероприятие я бы не пошла, потому что было ужасно шумно, много людей, практически невозможно пройти и дорого. После этого мы решили пройтись еще дальше и прогуляться до 17 пирса. На 16 пирсе обнаружили еще одно место, где проводится Октоберфест, но естественно туда уже мы не пошли. В пути увидели какие-то новые странные скульптуры. А на 17 пирсе мы нашли тыквенную арку, которую ставят каждый год осенью. К этой арке была огромная очередь, в которой мы стоять не стали, а просто сфотографировались с ней рядом. Вернуться обратно пешком через Бруклинский мост мы не рискнули, потому что очень сильно устали, поэтому мы решили плыть на таком кораблике. Если вы собираетесь на нем плыть, сразу поднимайтесь на второй этаж, занимайте места, потому что оттуда открываются потрясающие виды. Стоимость на одного человека 4,5 доллара, и доплывает он всего за несколько минут. Билеты покупали через мобильное приложение. За это время можно успеть сделать красивые видео и фотографии. Прогулка на катере нам понравилась, это было в первый раз. После этого мы снова вернулись в район Дамба, увидели около 10 свадеб и посмотрели на город на фоне заката. А как вам такая прогулка? Пиши в комментариях. За день мы прошли больше 10 километров, и прогулка оказалась супер классной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!